Доброе утро, Анна. Здравствуйте, Анна. Новая связь? Да. Вы меня слышите, да? Все хорошо? Да, мы слышимся хорошо. Хорошо. А у нас? Да, я вас тоже слышу. Отлично. У меня просьба, у меня почему-то здесь не включено. На мой купе. А мы пока попросим Анну представиться и рассказать из-за этого. Что ж, меня зовут Куприянова Анна, мне 17 лет, и я учусь в музыкальном колледже на втором курсе. Писать я начала недавно и вообще не планировала как-то профессионально заниматься этой деятельностью, потому что писала все-таки больше для себя, чтобы облегчить свои эмоции, как-то выговориться в рассказы. Но благодаря моим близким я решила развиваться в данной области. И также у меня появился предмет журналистика, и я поняла, что мне действительно нравится писать. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы о экспериментах? Вопросов нет? Нет. Вопросов нет? Нет вопросов. Значит, сейчас мы предоставляем слово другим участникам нашего семинара. Они скажут, самое главное, о вашем произведении. Найдите, пожалуйста, как участник всегда. Вы скажете, я больше о первом произведении макароны более гроза, чем о втором. Потому что оно мне напомнилось немножко больше, и дело для меня больше понятно. Как я поняла, рассказ, он, не знаю, написан в таком стиле, что действия происходят через три едика. И мне понравилось то, что через него много лет происходит одно и то же, что девушка помогла и просит маме там, не знаю, помощи, или что-то такое было, и потом она обедает с любимым мамином югом. А потом, когда мама умерла, она очень скучает по ней и грустит, что больше никогда не придет, и, пожалуй, тоже тоже строго. И не попробует в таких банках макароны. Маструм он посадит? Ну, он такой, да. Стромный. Стромный. Стромный, да. Стромный. 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 Спасибо, Тимофей. И кто еще? И Екатерина Щерба, участница снимара. Наверное, должен очень запомниться больше. Мне очень понравилось, собственно, вот это вот, что в парке в Монсарте, то что через этот момент, что от меня вкладывается, вот прошло столько лет, а что в процессе чтения мы сами это понимаем. Мне очень понравилось, что вот эта репутка Макарова призвалась также детям 20 лет. И меня очень нравилось, потому что было очень грустно, чтобы он теперь погибло, вот. Но согласно мне очень понравилось. И второй раз, кажется, для того, чтобы профессионально несколько героиней. Это меня нет, например, с отцом. Но меня это тоже очень трогало. Спасибо, Екатерина. Анастасия, пожалуйста. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, Диана. Спасибо. Сначала про вопрос, по-моему, что слышно. Так, рассказ начинается сразу с диалога. И это читатель управляет, перетягивает в историю. Вот. Вот. Хочет дальше выбирать и думать, что происходит вообще. Сразу, например, оказываешься в этой истории. Вот. А слово, например, часто сказано, в рейт-мансфиле, исправовавшая героиня, она всегда возвращается домой, это двух, три, и ее встречает маму. И всегда этот выгодный деталь макароны помнят в гости. Это говорят, что повторяющиеся вещи, они работают в тексте три раза. А здесь же, получается, промоклошность, и макароны, они повторяются больше шести раз. И, на какой момент, мы уже постыла работать, вот. И, по мне, показалось, что, это глупо-мансфиле, и дождь, а в этом месте не таким веским, но... не было ни с этой причиной, которая... Ну, приятно, повторяю вас за состоянием... Да, за состоянием, мы еще один момент. То есть, я такая, какая-то, потому что, в целом слове, уже немножко другое, но обталкивает, как бы, юмористическое, но здесь настроение совсем другое. Вот. А в последних раздатах, вот, то есть, в этих частях, там, когда мама умерла уже, то издевание сменилось на совсем другое, и героиня вдруг стала общаться, обращаться с матерью или общаться с ней. То есть, произвание, она уходилась в некий дневник. И это, как бы, с тем, как это осталось начальник. По языку, вот, в маленьких глазах появилась хрустинка. Было видно, что она расстроилась. Вот, о чем это видео, я не скажу, я вам скажу, жидко, который хрустинка, как это меня не коснулось. И, в чем выражалась вот эта грубость? Ну, тут можно нормально, так вот, формально образ раскрыть, например, как волосом, тоже взглядом. Как это происходило? Может быть, даже, ну, действительно, сказали какой-то. Ее очень понравилось, но, отворачиваясь от ее обреченного взгляда, я продолжала. Это тоже из-за взгляда рассказаний. И, есть такие моменты в тексте, которые тоже немножко упрощают этот текст. «Не единого моего слова, обо всем на свете, да кто вы помнили, груди, да спасенные объятия, прыжкам дарнули, звезды». То есть, от этих праз, они как бы, да, они не чувствуют, но от них ничего не чувствуют. А хочется как раз увидеть, что может быть главной верой меня к маме, что чувствует мама, там вообще вот это открывается. И здесь еще есть такое питание ночных. «Учитарная музыка украшала…» А, так, это про маму. «Учитарная музыка украшала его от больших машин, его кругласс прорисовывали с пирогомами. А я ведь тебе говорила перед тем, что она нарушена и помогала головой». То есть, двух соседних приглашений это настроение смелилось просто как шар живого какого-то. Сначала улыбка, потом улыбка, потом улыбка. «Учащие». Я стояла напротив следующего дерева, по которому он похоронил тебя. Ну вот это как раз, по что я сказала, как будто мама не знает, что ее похоронили. Это неправильный формат обращений. Лучше… У меня даже идея как пришла, может быть, как раз, как раз сказали читатели, что мама не знает, что однажды она приходит домой, а ее не встречают. Но, может быть, именно через, есть такие моменты в просьбе, через запахи, ощущения, звуки оттрибаются настроение героя, и он сам. Может быть, здесь какой-то вот этот панфонный запах этих макарон как-то заблаживает. А, и вот еще тоже была такая идея, что он заходит на кухню, уже взрослая, тоже не выросла, мама нет, считает, не понимаешь, что все, нет его. И она начинает играть водку, или что-то доходить на кухню, и вдруг попадает в этот баланс. Будто позородненько, будто без близких. И это тоже, как этот мауличок, который любого хочет обратить внимание автора. Но он очень немного по-рубому раскинулся. Констрейтинг тоже остался. Вот. Ну и такой момент прошло уже больше десяти лет. Это такие фразы, они много не договаривали читать, и тут все остальное оно неважно. Вот. Ему понравилось. А в 20-й момент когда мама стягивала с героями и и в 20-й момент который подходящий глаголок говорит, что-то это прям продлилось. Спасибо. Это была Анастасия Падмова, участница семинара. Кто-то еще хочет рассказать своих участников семинаров? Пожалуйста, готовите. с уже второй текст. Вот. Здесь примерно такая же тема нашего формата выставания. Я очень понимаю контексты совершенно полмитра, и опять же когда-то уже совсем в конце понимаешь полмитра, то это больше напоминает один минут какой-то заметки. Просто делится своими эмоциями, что он чувствует его. А вообще команды кто-то обращается не знает о чем речь. Но особенно здесь странно я сейчас сидим за столом вместе с тобой. Я не знаю, что с какой-то стороны инфекция у вас большинство исключено проделать. Просто формат хочется немного покрыть углом. На эмоции наверное текст остался у меня холодным. Опять такие игры сказали, что это приносят свой ремонт, свой труд, все дарит сабот или год. Это уже не художество. Тот самый день. В один холодный дождливый день решил уйти от нас. В один холодный дождь тоже в этом укладе. После этого я могу читать. Холодно осталось. Хотя эта тема отец и плоти это очень трогательная тема. Она может быть интересна. не хотелось поэта. Спасибо, Анастасия. Еще будут высказывания поэта части? Тогда переходим к экспертов. Андрей Константинович Садимов. Здравствуйте. 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 В ваших рассказах меня показала некоторая контрастная авторская интонация и способом выражения интонации. Интонация создает доверие. Вы говорите о своем и отношениях свободного и полного безнадпора. каких-то личных активных позиций выражений и другие. Но сами ситуации происходят другие в обоих случаях. Интонация мне кажется самая цель, что есть здесь. А выражения не всегда удачны. Причем ошибки самые элементарные. На первой странице рассказать, как я могла выражаться, а вам предложение четыре раз повторять на моем слове. этого в а использовании не сотрудничество это из ошибки а , даже Их можно проситать ваши два пандыря, но вы можете вы за собой. Вы за собой труды в связи с усилиями. Ну и даже, я говорю, я донатся, но даже такие, я шампула, две вещи, ущемлю, ручно, а какая-то есть мальчик. И было своими, которые вы понимаете, в этой вещи. Оборот, такие шампуоны. Но вот интернет-середине этих... Так не представляете. Этих мощности юристичных. Добро я рассказал. Понимаете? Он построен у вас от первого лица. Но вторичный взгляд, который я уже вижу по тексту, совсем уже не личный. Сторонний человек. Потому что... Сторонний человек, как и будет... А личным, глубоко, пережитым... Это его второе же Анастасия. И тот, кто есть, не мог тебе показать и объяснить, с чем он любит. Ты можешь ничего понять и вывозить. Что хочешь. Здесь есть вещи, которые вы можете рассказать. Пробие ситуации, которые вы описываете. Но если вы... Если бы не одевалось желание поставить такую жилую моральную точку, как вы предсчитываете информацию, зачем эти ситуации... Все это сказано. Пописать в ситуации. Если что-то говорит... Я вижу у вас несомненное желание. Писать о том, что близко, но это хорошо. А чем еще писать? Это можно с точной, большей скоростью и пониманием. И хотелось бы, чтобы вы умели собрать такую спокойную тонацию, которая позволяет вам рассказывать, самым сложным и самым скажем, жестким и предъявляемым словом. Ну еще. Спасибо большое. Доброе утро. Я вот это начну с начала. Это с называемыми красивыми, понимаемыми названиями произведениями. Это тоже очень важно. Самое главное сейчас начинается. Название должно быть хорошее смысловое и продажное, что это лекция 5. Это очень важно. Это очень важно. Я красивая, она продана на полу. В форме зверя. У меня кто-то наедут. То есть, хочется пропитать почему ты делал, почему я делал. То есть, это хорошее, и, собственно, это продажное, это название. Очень много, как она, доставки здесь. Но, я могу сказать, что, больше, что я положил, это откровение, это признание. Вот здесь у вас есть такое откровение, которое очень дорогого стоит. Очень откровительное. Здесь, здесь много очень здорово личного. Я чувствую, наверное, вашу боль. Но, когда боль, можно, наверное, нестили, и, наверное, нестили, с каким-нибудь напряжением. А, где-то, надо работать. Вот, хотя бы, например, буквально, с первого этапа. Ваня, который раз появляется пунктинка. Вы видите, что она строится. Если пунктинка, значит, уже понятно, что расстроится. Это предложение есть лишнее. Надо его показать. Я не увидел, как бы семья сказала, мать и отец. В первом рассказе, где папа у меня. То есть, по-другому, где папа. А во втором рассказе, наоборот, как бы, здесь одна папа, папа, где мама. Где, по-другому, вот, такие отношения с ними между и, по-другому, то есть, получается, только отношения с дочкой. То есть, какая-то не полная семья, что это получается. Ну, из плюсов. Вот, первое. В сказке о коронавирусе. Пара хромов очень маленький эффект, но сказано многое. Это тоже объединить. У маленьких коронавируса и сказать на большом союзе. И огромный эффект, своей мамочкой. Может быть, ко второму вам расчетесь. Ты уже делал предложение. Два и наши читатели берут, и почитать первое предложение, дальше людей не читать. Но все первое предложение должно быть пять. У меня было десять лет. Знаете, у меня всегда напряжло машинственное настроение. Знаете, это только, как бы, как бы, разлагая дальше читать это произведение. Вот. По коронавирусу очень много абсансов. Знаете, это тоже очень влияет на восприятие детских, практически, предложение взял, предложение взял. Ну, тяжело было это читать. В основном, это не важно, пожалуйста. Но, в целом, проблема подняет очень серьезные, сильные отношения. Вот. Надо развивать, и сказать, важную, важную проблематику, которая, по-моему, очень, очень, очень. Мы очень, очень! Хорошие дети, хорошие темы, которые действительно становятся на встрече. Очень хорошие впечатления мы оставим на ваши, ваших усилий. Спасибо, Артем Васильевич, Андрей Николаевич. здесь что можно сказать есть 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 то, что уже называли коллеги лирической интонацией эти интонации я очень верю, она в меня сразу очень-очень трогает и она так даже сделана, знаете, даже слишком, может быть ну или даже слишком как-то открываетесь, что-то, значит, когда смотришь на чужой именинник, и в нем так вот все обнаживно. В зоне, конечно, это хорошая позиция. Обязательно так, в существенно, это не надо делать. Хотя, дальше, когда вы будете развиваться, вы почувствуете, что в какой-то момент для писателя нужно различить образ автора и образ лирического героя. Какой бы ни был у вас лирический герой, насколько бы так сильно вы не обнажали, вы все равно за этим обнажением должен в форме, наверное, когда-то стоять автор, как и другой человек, который должен как-то символироваться, что-то, да? То есть, предберить себя на лирического героя, который находится в процессе и говорит, идиот, напряженная, обнаженная, слова и дитва. А другой страны, который должен стать взрослым автором, который смотришь и дать его ровно столько, сколько нужно здесь сказать, разворачиваться с сюжетом и так далее. То есть, в зоне, может быть, кто-то не понимает, что происходит между мамой папой, но мы их понимаем разумеем. Вот, например, во втором обстании, они не очень понимают все-таки, что нам, что нам происходит между мамой папой, вот мама, так сказать, мама, бывает, запрещает общаться с папой с другом, да? Или, наоборот, она все еще любит папу, поэтому у нее, по событиям, становится, что он приходит, значит, поражает дочку на первый пак. Это важный момент. Сама девочка не рефиксирует, она полностью, как бы, ну, находится в отношениях с отцом к своей борьбе, для того, что у него нет плетания, но умный автор, который стоит сзади, с какими-то изгощениями, какими вот питателями, это, потому что это важно для нас, как для читателей. Вот. Ну, в целом, наверное, это самое важное. Вот эта вот сепарация, да, смотреть на себя со стороны, смотреть на теоретическое дело со стороны, это первый пожаровый шаг сейчас для вас. Дальше уже будет все остальное новое. Дальше будет и работать с языком, и построение сюжетов, там, и так далее. И вот последнее, что я вам скажу, такое немножко, как вы говорите, на детстве, немножко на юридические краи ваши. Понимаете, вот я понимаю, что от ребенка нельзя требоваться чего-то, да? Это требует от взрослых людей, папа, волосы, сапожи, садочки. И это правильно. Но с другой стороны, знаете, я вот начинаю немножко вот все это чувствовать, или мне хочется, по крайней мере, чтобы что-то было другое в конце. Вот девочкам уже семнадцать, значит, папа уже, папа уже ко мне не так будет. Ну, в общем, будет проходить время, и девочка будет становиться взрослой, когда папа будет становиться старым. И вот это вот ощущение их зарождение, что не только папа уже должен, но, может быть, она... Она все время говорит, папа, ну, естественно, она папа будет, как-то... Понимаете, то есть, на самом деле, она... Ну, понятно, что она больше, например, заботится, если 18, да? А вот если бы, например, опять юридическое явление очень, типа, апатия хотела позаботиться, там, не знаю, что-нибудь покупала, как-нибудь рисовала, там, ну, ее было, не знаю, какие-то дети рисуют, но вот я бы больше ей собереживал, потому что я чувствовал, о, смотри-ка, она очень маленькая, но у нее три года, что у нее есть, а у него нет, да? Я больше бы, это конфликт, больше бы меня отрусал, какими, знаете, сочувствами, нотами, как юридическими героинами. Подумите об этом. Ну, не знаю, что она ему сколько-то повышена, а нет, и он по-третью уже. Но все-таки, все-таки, вопрос о том, как у людей, и она не бог, он тоже должен где-то получать. Может быть, в конце она настолько ухудрена, что она почувствует, что... Ну, этот рассказ... Ну, естественно, он заканчивается, почему-то, где же, что вы рассказали? И она понимает, что, оказывается, она может только требовать людей, но и давать его. И мы тогда уже говорим, о-о-о-о-о, эзотически-то, а-о-о-о, а-о-о-о, больше начинаем. Ана, теперь говорить будем я, эксперт Наталья Вилюховна. Прежде всего, я хочу, Анна, поблагодарить вас за смелость. Писать так искренне и писать так, как души. Не каждый решается. Особенно это касается авторов молодых женщин и девушек. Вчера мы уже говорили об этом на семинаре по языке. Очень часто авторы девушки, авторы молодые женщины прячутся за книгой маской. Именно из-за страха от лица считают это теми, что они не отвергнут. Именно из-за страха, что они поймут, не примут, отвергнут. Есть такая проблема, которая не в целом. Это не странно. Не все теории, кто разберяется, то, что разберяется личностными качествами, которые должны меняться законами, определяющими людьми. Потому что искусство и людьми все это связано не с юридической, а с конюбаком. И вот очень подкупает этот разговор откровенный. Очень подкупает этот разговор искренний на сложнейшую тему. Мы живем в такое время, когда институт традиционной семьи окружится. И действительно очень часто дети растут в любых семьях. И чаще всего это семьи без отца. Вот здесь эксперты Артем Васильевич и Андрей Николаевич задавали вам вопрос, где мама во втором тексте, и где папа в первом тексте. Это, конечно, не значит, что вам обязательно навязывают писать про себя полную. Нет. Мы закрыли очень важную актуальнейшую тему, и вы, по-моему, можете писать про себя, по-моему, это как раз очень даже хорошо. Это много мечтает, как были близко, знакомые. Они тоже были поблагодарны за откровенность. Но все-таки роль второго родителя надо как-то мечтать это прояснять, надо как-то показывать, все же, почему вот так вот конкретно семье произошло, что говорить только об одном инструменте. Я бы отнесла вашу прозу к направлению сентиментальной прозы. Крайне редко сейчас включающиеся в направлении в нашем жестомом цивилизированном мире сострадание, эмоции. Они уходят на второй план, и даже стесняются, боятся их выражать. И вот в вашей тексте тоже редко в случае, когда читатель может позволить себя расслабиться и просто отдаться эмоциям, и просто вот сентиментально пережить вместе с вашей кровью, пережить вот те семейные граммы, которые вы провести. Но есть некоторые моменты в ваших тексте, которые с этого настроя сбивают. Вот уже озвучила для вас участица семинара Анастасия Карпова в такой момент во второй практике, так сказать, макарон – путь звезд. Это тогда непонятно, почему разъявленные люди, потому что девочка вышла в квартиру. Явно в дождях, для того, чтобы вот она прямо разъявилась, явно маловато. Тут не хвило, кто-то драмы не хвило. Что-то еще для такого состояния все равно что-то еще должно произойти. Мне понравилось у вас в этом рассказе то, что лирическое время, за время вот этого небольшого очень текста, она меняется. Мы видим ее маленькой девочкой в начале текста, мы видим ее уже практически взрослой женщиной в конце текста. И она по-разному воспринимает одну и ту же ситуацию. Мне понравилось, как вы обыгрываете вот этот образ макарон, макарон в форме звезд, макарон с верточками. Это у многих очень людей вот этот образ социализируется себе сам. Когда ты приходишь домой, мама обхожает туда одну сумму, с твоей макарон с верточками. Здесь очень верно этот образ вы в эфире и очень верно его обыграли. Мне даже понравилось, что вы пошли дальше этот образ развивать, чтобы любовь навсегда сценивалась со светлыми звездами. Вы не стали говорить этого прямо. Но это все скрыто, сказано уже. И вот здесь правильно заметил эксперт Артем Васильевич Попов, что очень сильное название ваших сказок. «Макароны в форме звезд и мне другое, я другое». Вот просто быстрее сразу же верно вы начинаете. Мало того, вот эта вот фраза «не другое, я другое», она уже относится к обоим произведениям. Мы и в «Макаронах в форме звезд» видим то же самое. Несмотря на то, что галерина столкнулась со смертью самого важного человека в жизни, ведь трудно, но она продолжает быть. И это, конечно, прокупает. И, конечно, призывает ответным чувством. Я бы вообще рекомендовала вот этот второй текст, такой монолог, это рассказ формы монолога, и, кстати, в сентиментальной прозе часто употребляемая форма. Может быть, в сентиментальной прозе рассказ формы монолога, формы описания, очень включаются часто. Здесь вот эта форма, она создала порядку уровня. С одной стороны, все очень здорово, и именно мы искренно смотрели, и это очень важно. А с другой стороны, преимущественное призывание вам какие-то надежды не мешает. К примеру, вопрос, на чьей стороне беременность. Явно есть конфликт матери и отца. И, явно, ребенок все равно тянут в это вот противноосвязь. Там классическая вот система, схема семейного несчастья, но в перволичном протестировании отца той двери, которую вы несуете, рассказать это слово. Третье личное протестирование немного гораздо проще. Просто ребенок не может связать, я не страдаю. И в это время я была не страдения отца. И не послала у Киска, с другой ребенка. Киска, если бы сказала была парадушкой такой фразой. Может быть, вам стоит порядок эксперимента, вы учите для себя порядок эксперимента, попробуя то же самое писать вот в третьем улице, посмотреть, что получится. Может быть, это даже не для коммуникации для произведения, а в качестве такого творческого упражнения. Попробовать всю ту же самую ситуацию и описать, но от третьего лица, как упражнение творческой глаз на себя. Заметила также такую вещь, которую вы очень точно отмечаете в некоторых творческих моментах. К примеру, там есть момент трансплазия в другом, где героиня признается, что она завидует тем детям, у которых хорошее отношение с отцами. с отцами я лично столкнулась с такой ситуацией. Видимо, невозможно конкурить, особенно лично с ними так остались, мне очень привезло. У меня практически идеальное отношение с моим папой с друзьями в компании рассказывали, а у кого родители, такие смешки. Рассказывали, показывали, отвечали. Я говорю, а мне папа говорю, что бы ты не постаралась, в следующий раз все у тебя получится вероятно. Я вот сестра все-таки расстаралась. Мне друзья сказали, не рассказывайте нам, что такое, но мы завидаем, и мы тебя уберем. И вот этот момент зависти вы очень четко подмечали. У вас не на таланке предисположено списать эти интеллектальные проблемы. Вы подмечаете вот эти тонкие моменты, в дальнейшем нас переживаем. Ваша история это не история какого-то убийства, это история чувства. И оба ваших рассказа это история чувства, сначала как матери, а потом как соль. Наверное, из-за того, что я читала их один из других, мне в чем-то эти рассказы показались двумя. Не мог я отрицать религию, которые в семье существовали как-то отдельно отрицали. Но это если эти тексты будут тренироваться один за другим. А если вы думаете тренироваться отдельно, то разникнет ситуация, в которой эксперты нам уже говорили. неизбежно возникнуть вопросы и вообще почему мы там не принимаем участие. И как я уже говорила, не знайте, что надо в своем блоге с ним. В общем, я желаю вам удачи. на выбранном вами идти. Это будет трудный. Наше общество не очень трудно. Продолжайте удачи вам. Спасибо. Анна, нет никакого ответа на слово от вас? Что ж, спасибо большое эксперту. Я очень рада, что вообще мои работы прошли и я услышала комментарии. Я буду стараться развиваться. Обязательно учту ваши замечания. Прочитаю Толстого и постараюсь дальше писать все и быть лучше. Анна, не сдавайся, славка. Вот это редкое качество в своей жизни. Хорошо. Удачи вам. Спасибо большое.